Главным событием сегодняшнего заседания Приморского парламента стал отчёт Владимира Миклушевского о деятельности администрации Приморья за 2014 год. Своё выступление глава региона начал с перечня проектов, призванных стимулировать людей оставаться жить на территории края. В последние два года процесс оттока населения из Приморья резко затормозился. На сегодня разница между прибывшими и убывшими или миграционный отток, чистый миграционный отток, как специалисты говорят, в 2013 году уменьшилась в 1,8 раза. Если в 2013 году было чуть более 7 тысяч человек, то в 2014 менее 4. Более того, хочу сказать, что к нам приехало более 2000 беженцев с востока Украины. Одними из главных событий 2014 года стали досрочные выборы губернатора и последовавший вслед за ними большой проезд по территории края. В 2014 году был большой проезд по территориям. Это можно отнести к процессу наблюдаемости. То есть, во-первых, губернатор лично решил пронаблюдать, какие же там процессы происходят, какие правильные, какие неправильные процессы. После этого были приняты некоторые управленческие решения, о которых вы знаете. Значит, составлены новые планы. Губернатор подчеркнул, что несмотря на общегосударственные финансовые трудности, в Приморье целиком сохраняются все социальные выплаты. Только для незащищенных категорий граждан в прошлом году действовали и будут действовать в 2015-м 53 вида социальной помощи населению. По данным последних опросов, 57% жителей города Владивостока одобряют деятельность губернатора и в целом в крае 61% одобряют деятельность губернатора. Это тоже неплохой результат, несмотря на то, что мы еще, в общем-то, не вошли в стадию абсолютного привыкания к кризису. Среди поднятых вопросов развитие местных авиаперевозок, продовольственная безопасность и модернизация здравоохранения. Отдельная часть доклада посвящена культуре. И здесь губернатор сообщил приятную новость. Краевой театр оперы и балета станет филиалом Мариинского театра. Мы договорились о том, сейчас окончательно решается вопрос с финансированием, что Валерий Абисалович Гергиев возьмет шедство над нашим театром, с тем, чтобы превратить его за короткий период времени в передовой центр мирового уровня, здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мировой центр оперы и балета. В общей сложности отчет губернатора перед депутатами продолжался 42 минуты. И затем еще в течение часа Владимир Миклушевский отвечал на вопросы из зала. Владимир Клюшников, Максим Малыгин, Константин Селезнев. Панорама.